МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К началу осени в Могилеве закончится грандиозная стройка и реконструкция Днепровского моста. Мост послевоенной постройки предстанет перед горожанами в новом современном облике. И еще одна деталь. Мост украсят две пары бронзовых львов. Ведь название областного центра созвучно со словом «Лев, могучий лев». Работает над охранными зверями могилевский скульптор Андрей Воробьев. И лепетанных, кстати, с реальных питомцев братьях запашных. Какими будут новые могилевские львы? Татьяна Ларина подсмотрела в столичной мастерской работы Андрея Воробьева. Эти летние дни известный могилевский скульптор Андрей Воробьев проводит в Минске. Здесь, в стенах скульптурного комбината, где создавались многие знаковые памятники Беларуси, сегодня рождаются могилевские львы. До официального открытия еще есть время, но увидеть, какими будут могилевские львы, мы можем уже сейчас. Андрей, открывайте и показывайте. Зрители программы «Днями» увидят это первыми. Ого! Какой красивый! Настоящий могилев! Пока львы сделаны из глины. Осталось буквально несколько дней, и специалисты начнут отливать гипсовые слепки будущих скульптур. Андрей спешит. В каждую свою работу автор добавляет изюминку. Махчима – это и веробей, не десняйте угры его. Махчима – не демонетка, з'явится. Махчима – кветочка. Ну, пока что не веду, и оно приходит само. В мастерской два льва, но на мосту их будет четыре. Пара стоящих – со стороны площади Славы. Пара лежащих – со стороны спального района Заднепровья. Животные получились очень натуральными. Скульптуру позировали настоящие модели – львы братьев запашных. Длина каждого льва больше трех метров. Высота – около двух. Прибавьте сюда метровый гранитный постамент. Величественное зрелище. Тем более, что львов отольют из бронзы. Кожан из них будет от полторы до девюх тонн. По кольцу только прикладно можно сказать об этом. Работу завершат до конца лета. Бронзовых красавцев отольют по частям, а потом соединят в одно целое. После львы отправятся в могилю. Они побегут своим ходом, хоть через все, если удастся мастерскую. Но, если серьезно, они, конечно, поедут, они уже целиком будут собраны, изваренные, затонированные. Их будет поднимать подъемный кран. И это фантастичные кадры, когда львы летают в небе и потом же находят свое место на завсёде в этом городе. В том, что львы приживутся в городе на Днепре, сомневаться не приходится. Магиричанам останется придумать примету. Например, погладить лапу льва на счастье или что-то другое. Время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok